Лаван, ты посмотри, какие телочки, а? Моя вон та, черненькая. Так что, идем? А нас пустят? Конечно, пустят. Нас не имеет права не пустить, понимаешь? Эй! Оттачка, отошел! Это ваше корыто? Ну, наше. Забирайте. Мы вообще-то в клуб приехали. Вы себя видели? Что-то не так, чувак. Чувак? Валите к себе в деревню. Ладно, ладно, Гош, все, забей. Я же говорил, не прокатят. Не пустят нас в клуб. Да они не имеют права нас не пустить в клуб. Понятно? Ты вон этой горилле скажи. Столица, столица, девчонки, клубешник. Так что мы теперь? Телок будем клеить возле нашей Северады или что? Ну, тут нам явно ничего не светит. Я вышла, там слишком шумно. Мы сегодня с Ахтемом зависаем. Ты приедешь? Посмотри, какая тёлочка вышла, слышишь? Ну, ничего такая. Детка, смотри, я уже иду к тебе. Что, нравится? Ну, конечно, нравится. Ну, ладно, все, поехали. Погоди, поехали. Ну, ты же видишь, какая там малышка. Все два. Приезжай, класс, будет весело. Привет, красотка. Отвали. Ну, Лош, поехали. Слушай, давай знакомимся. Отвали, нищий брод. Давай знакомимся. Э, слышь ты! Что? Эй, мужик! Что? Эй, мужик! Ахтем, осторожно! Ахтем! 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 Все, все в порядке, пошли отсюда. Скоро Сюзанна приедет. Супер, надеюсь, приведет то, о чем говорили. Конечно. Как их только в город пускают. Лучше б их на КПП расстреливали. Я ж сказал, валите в свою деревню. Лучше б их на КПП. Валерий Алексеевич, вызвали? Заходи. Это что? Так, заявление. Дворник и соседи снизу сговорились убить меня с целью завладения жилплощадью. Они тайно ночью проникают в мою квартиру. Валерий Алексеевич, ну это не к нам, это к психиатру. Коваль, твоя задача разобраться, проверить официально зарегистрированное заявление и принять процессуальное решение согласно статье 194, 195. У меня настоящих дел по горло. Пускай молодежь развлекается, занимается этой ерундой. Коваль, ты в полицию звездить пришел или пахать? Ты меня извини, у меня здесь все пахари. А если тебе что-то другое надо, так ищи в другом месте. Ты меня услышал? У нас убой нераскрытый висит. Свободен. Ах, не сохранился. Ах, не сохранился. Привет. Привет. Приятного аппетита. Присаживайся, присоединяйся. Ну, как бизнес у жены? Все нормально? Не жалуются? Все хорошо. Здравствуйте. Решили, что будете заказывать? Мне чай. Черный, без сахара. Хорошо. У нее все замечательно. Большое тебе спасибо. Ну, Аля мне не чужая. Давай рассказывай, что у тебя случилось. Да у меня-то ничего. Дочь моя закрутила роман. Я уже думал, все серьезно. Парень вроде нормальный. Цветы, подарки. Все как положено. Продолжай, продолжай. А тут недавно дочь мне говорит, дай денег. Я ей, ну, возьми, сними со своего счета. А она мне нужна еще. Ну, дал. Разве дочери откажешь? А потом оказалось, что это Матвей этот у нее попросил на открытие бизнеса. Стоп. Давай угадаю. Взял деньги и пропал. Все правильно. Борь. Нужна твоя помощь. Спасибо. Ну, понял. Я понял. Пускай твоя Инга приходит к нам, напишет заявление. Мы будем искать. Борь, ну, какое заявление? Начнутся эти допросы, все такое. Неофициально как-нибудь нельзя? Нет, нельзя. Времена сейчас другие, Миша. Ну, хорошо. А одну просьбу, неофициальную, можно? Пусть это дело возьмет адекватный человек. Вот коваль твой, например. Ну, в чем вопрос? Коваль, так коваль. Антон? Антон? Коваль где? Так я откуда знаю? Ты же его сам куда-то отправил. Сколько у него сейчас дел в работе? Пять или шесть. Раскидай по другим операм. В смысле? Без смысла. Так у меня людей столько нет. Я смотрю, у тебя с мозгами сегодня туговато. Валерий Алексеевич, ну как я раскидаю? Да с чего вдруг? У меня люди зашиваются. Майор Коваль выполняет особое распоряжение начальника управления. А если у тебя людей не хватает, так иди сам поработай. Тебе это полезно. Мальчики, ваша водочка. Что-нибудь еще? У нас и рыбка сегодня есть. Красная. Может принести? Здравствуйте. Сейчас принесу. Здрасте. Простите, а другого места не было, да? Для встречи? А вам тут не нравится? Я здесь всегда обедаю. Да нет, все. Все в порядке. Ну я слушаю вас, Ангелия Михайловна. Значит... Что будем заказывать? Пиво, водочка, кофе, чай? У меня, пожалуйста, американо 50 на 50. В смысле? 50% варабики, 50% варабусты. У нас какой кофе засыпали, кофе в машину, такой и варим. Здесь хороший кофе. Тогда американо с молоком, пожалуйста. Да не вопрос. Значит так. Вот фотографии. Зовут Матвей. Возраст, фамилия. Ники в социальных сетях. Около 30 лет. Фамилия Бекетов. В социальных сетях его нет. Это сейчас в тренде. Но я составила фоторобот, когда подавала заявление. Хорошо, перекиньте мне фотографию. Ваш кофе. Спасибо. А это правда, что вы одолжили ему 75 тысяч евро? Да, правда. Там половина денег мои, половина отца. Я понимаю, что, может, сумма не такая большая, но перед отцом неудобно. Ну да, может, действительно небольшая. И где, по-вашему, он может быть? Я была на квартире в центре, где он снимал. Но соседи сказали, что он уже съехал и, скорее всего, снял квартиру подороже. Понятно. А можно счет, пожалуйста? Сейчас чек пробью. Послушайте, может, все не так плохо? Может, он в больницу попал с амнезией? Или он в коме? Просто Матвей, он производил впечатление порядочного и честного человека. Ну, может, и в коме. Ваш чек, пожалуйста. А вы карточки принимаете? Нет, у нас только наличик. Так, а... Все в порядке. На, держи. Всего доброго. Спасибо. Ну что, пойдем? Угу. Спасибо. Сергей, вы на меня так смотрите. Я понимаю, если вы... Просто послушайте, если бы он меня обманывал, я бы сразу догадалась. А так, мне кажется, что для него это не деньги. Все вы взяли. Ну, не знаю. По человеку сразу видно его внешний вид, стиль, манеры. Ладно. Попробуем найти вашего стильного Матвея, если он еще из города не сбежал. Угу. Когда мне вам позвонить? Я сам позвоню. Всего доброго. Спасибо. И... Спасибо за кофе. На здоровье. До свидания. До свидания. Ну, ответственность за изнасилование, конечно, серьезная. Но задача ложных показаний тоже. Что? Вы что? Вы что думаете, что я вас обманываю? Да вы посмотрите! Посмотрите, что они со мной сделали! Успокойтесь, пожалуйста. Возьмите, попейте водички. Выпейте воду. Пейте, пейте. Просто я вас должен предупредить, вот и все. А свидетельствование проходили? Да. Душу после изнасилования принимали? Нет. Ладно. Сейчас приедет следователь и будет с вами работать. Что же вы, Марина, к чужим мужикам в машину-то садитесь? Да я не хотела к ним в машину садиться. Они меня сами в нее затолкали. Вы место, куда вас привезли, помните? Я не видела. Они мне на голову мешок надели. На голову мешок. Ясно. Ясно. Что вам ясно все? Что вам ясно все? Да они же, они же меня вдвоем всю ночь, сволочи! Я вам сочувствую. Вы их описать можете? Нам нужно составить фоторобот. Я не знаю. Я попробую. Вы только их найдите, пожалуйста, ладно? Я ничего не могу обещать, но мы будем стараться. Пейте, пейте воду. Пейте. Привет. Привет. Скажи, вот эта девушка была у вас в клубе? Может быть. У нас только народу здесь ходит. Так что, извини. полиция. Полиция. Посмотри, а он был? Вот он. Может быть. Спроси лучше у охранника, который на входе стоит. У Коли. Он из ваших. Он тебе поможет. Спасибо, извини. Обращайтесь. Извините. Приметный клиент. У нас даже у него кличка есть. Человек-неделька. В смысле? Да в прямом. У него по расписанию все. По средам одна баба, четверг другая, по пятницам третья, ну и так далее, тому подобное. А, понятно. И когда он был здесь последний раз? Недельки две назад. Понятно. Кого-нибудь из девчонок можешь описать? Описать? Да вот. Простите великодушно. Директор просил напомнить вам насчет скидки. Займена, Штурик. Что надо? Не видишь я ни одна. Секундочку. Марьяна, взгляни-ка на портрет. Кирюша. Кирюша. Нашли, красавца? Мне денег сорок штук должен. Чувствовал, что тут проблема. Ну, а если чувствовали, зачем одолжили? Не знаю. Ну, так это он там тачку новую купил, эксклюзивный тюнинг, все дела, кучу денег занял. Кто-то им пригрозил. Типа не отдашь до завтра, на перо пищу. Ну, мне его жалко стало. Клялся, отдаст. Ага. Сбежал? Естественно. Понятно. А что за машина была? Иномарка. Гоночная. Номеров не помните. Ну, и что в ней такого эксклюзивного? Ну, я откуда знаю? Ну, там Киряша сказал, таких машин действует на весь город. Еще такой логотип, как загогуленка красивая. Слушай, а можешь эту загогуленку нарисовать? Я плохо рисую. Ну, попробуй. На. На логотип еще какого-то косметического бренда похожа. Ладно. Я пошла, там и заждался уже. Хорошего вечера, Мария. Простите, Магдалина. Так-то лучше. Магдалена? Да. А, ну... Все, понятно. Ладно, давай, спасибо, брат. Да, не за что. Все, давай. Всего доброго. Привет. Привет. Че такой грустный? Я не грустный. Я голодный, как собака. Неужели нельзя было приготовить хоть какую-нибудь еду? Вот че я должен приходить раньше домой? Скажи мне, чтобы пялиться в этот дебильный телевизор? Ну, Тош. У меня с утра был фитнес, потом йога, потом я на маникюр забежала. У нас с подругами активная жизнь. У тебя дома должна быть активная жизнь. Дома! Ты знаешь, что, милый? Дома-то, когда мужчина строит, а женщина хранит. А ты сюда только спать приходишь. С тобой даже поговорить не о чем. Только о своих преступниках и о том, кто кого подсиживает. Хочешь нормальный дом? Найди другую работу с нормальной зарплатой и успешными коллегами. А не эти твои менты. Да все, что мы имеем, это благодаря моей работе. Квартира, дача, машина, шубы, цацки твои. И я хочу приходить в дом, где чисто и убрано. И пахнет едой. Понятно? Понятно. Давай я салат приготовлю. А ты мясо пожаришь. Молодой муж. Давай. Так, что у нас там есть? Да. Проходите, присаживайтесь. Здравствуйте. Господин начальник. Ну или как правильно? Сергей Андреевич. Сергей Андреевич. Я так понимаю, появилась информация? Да, мы тут, в общем, провели оперативную проверку и... Как сказать? Да, говорите уже. В общем, ваш Матвей общался со многими женщинами под разными именами. В смысле, со многими женщинами? В общем, сегодня ночью я объездил семь клубов. Выяснил, что везде он представлялся по-разному. Где-то Кирюша, Данила, Сэм. Схема одна и та же. Ознакомился с женщинами и через какое-то время брал в долг. В общей сложности она занимала около трехсот тысяч евро. Так что вы у него, к сожалению, не первая. А что, простите, вас так забавляет? Что вызывает такую ухмылку? Ничего. У меня просто лицо такое. Я же вас попросила просто найти человека, а не давать оценку ситуации, да? Да. Я, честно говоря, не понимаю, чем я заслужила подобные отношения. Потому что вы как минимум должны быть благодарны тому, что сидите здесь, в этом кабинете, моему отцу. Или мне. Я так понимаю, все. Разговор закончен. До свидания. Инга Михайловна. Да. Мне подписать можно. Вас не выпустят. Расписывайтесь. Хозяин где? Михаил Александрович, здрасте. Майор, что-то с Ингой? Нет, все в порядке. Я по другому вопросу. Ну, я вас слушаю. Нет, спасибо. В общем, Инга мне кое-что рассказала. В общем, я хочу обратно в свой район. Понятно. А здесь-то тебе чем плохо? Ну, садись. В моем районе все просто и понятно. Ты честно выполняешь свою работу, тебя за это уважают. А в центре что не так? Все не так. Глаза, конечно, улыбаются. А за спиной грязь льют. Думают одно, говорят другое. Я так не могу. Учиться этому тоже не собираюсь. Так что давайте, переводите меня обратно в мой район. Ну, я тебя услышал. Только давай мы сделаем так. Сперва ты моей дочери помогаешь. Потом мы будем думать о твоем переводе. Договорились. Да, и вот еще что. Я, конечно, не полицейский. Но мне кажется, что людям надо помогать. В любом районе. Хоть в твоем бывшем, хоть в этом новом. Приятного аппетита, Михаил Александрович. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Майор Зубов. Уголовный розыск. Вы Рима Мелешко? Нет, вот. А, ясно. Вы не могли бы оставить нас на пару минут? Да, конечно. Ну, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу вашего заявления об изнасиловании. Я хочу забрать заявление. Почему? Вы их все равно не найдете. А даже если не найдете. Дальше что? Ну, мы их посадим. А мне-то что с этого? Ясно. Со своими заявлениями как-то сами разбирайтесь. А пока ответьте мне на вопросы. Вы кого-нибудь из этих вот узнаете? Я никого не помню. Абсолютно никого. Как будто с тем. Они меня сразу в свою машину затянули. Дальше темнота. Ну, а местность помните? Куда вас завезли? Может быть, что-нибудь они друг другу говорили. Ну, хотя бы что-нибудь. Куда-то за город меня везли. Темно было. Фонарей мало. По-моему, один парень сказал что-то про... ...столичных телок. Из клубешников, которым нужно показать, что такое настоящий секс. Ясно. Уздоравливайте. Ну, а что у тебя по спецзаданию от начальства? Да глухо пока. А что так? Парень на дно залег. Ну, это было предсказуемо. Есть пара похожих случаев, но заявления вряд ли будут. Симка в телефоне левая, отпечатков нет. Сейчас вот пытаюсь его по машине вычислить. Потерпевший сказал, он вроде купил новую машину. Да что ты медленно пытаешься, Коваль? Тебя же от всех дел освободили. А ты второй день не можешь какого-то пацана найти. А как начинал? Мы ж тут все испугались. Думали, ты нас всех заменишь. Коваль! Коваль! Парни, я из уголовного розыска. Ты заподрес сейчас ответишь. О-о-о! Слышь, ты что? У меня проблемы не нужны. Стоять! Стоять! Ты что, реально опер что ли? Я с самого начала сказал. И что ты от нас хочешь? Расскажи мне про этот знак. Этот? Этот? Это, брат, знак особого класса. У тебя тачка неплохая, но до такого уровня ты пока еще не дорос. Тюнинг от Вермера. Подробнее расскажи мне, для дела надо. Лучшее тюнинговое от Илье. Таких тачек по пальцам сосчитать. У меня третья. Понятно. Спасибо. Извините, пацаны. Давай. Извини, брат. Ладно, ты в порядке? Да, давай, сейчас идет. Пока. Ну, были такие. Пойдемте. Вон, видите, машина стоит. Так это моя машина. Ну, вот, и их тачка точно тут же стояла. Мы подошли, нормально попросили переставить всего на пару метров. Они отказались. Ну, пришлось объяснить, что к чему. Нормально объяснили? А мы по-другому не умеем. Так эти идиоты сами виноваты. Ну, и увидят же, что заведение серьезное. Да, знаю, бывало у вас. Ну, вот. А эти дятлы припрылись, как на сельскую дискотеку. А машина какая была? Так какая-то там машина. Одно название. Сразу видно дедушкины наследство. А камера видеонаблюдения у вас есть? Я тут камера. А номер машины камера запомнила? Конечно. Регион точной области. ВА-34. И потом, кажется, 06. И ВА-34-06. Хорошо. Если вы понадобитесь, я вам перезвоню. Да, без проблем. Да, здорово. Зубов. Слушай, пробей, пожалуйста, номер машины. Слушайте, я приношу свои извинения. Ну, и вы меня... Алло. Ничего. Как там у тебя дела? Да ничего. Таких машин в городе 8 штук. И все владельцы говорят, что никогда никому не передавали свои машины. Даже вон, оскорбляются на такие предположения. Значит, брали без их согласие. Да нет, там такие системы безопасности, что не подойдешь. Я тупил с этим контингентом. А, сейчас, подожди. Да, да, я сейчас записываю. Топорков, да? Топорков Владимир Глебович. Где живет Малин? А улица? Ясно. Спасибо тебе. Давай. Ну, что, Серега? Наши насильнички нашли. Все, поехали. Куда поехали? Ну, ты же их брать будешь? Я с тобой. Сейчас я Ленке позвоню, что поздно буду. Ты что, с ума сошел, что ли? Ты знаешь, сколько в Малин этот ехать? Потом связываться с местной полицией. Ты хочешь сказать, что я сейчас поеду домой спать спокойно? Нет. Я сейчас возьму все, брошу и поеду в этот долбанный Малин. Брать этих дебилов. Чтобы потом вернуться и в 4 часа лечь спать. Ты вообще смеешься, что ли? Слушай, Серега, у тебя выработки ноль. Весь отдел работает по твоим делам. И я в том числе. Да и какие они бандиты? Местная гопота. Я больше, чем уверен, девки сами прыгают в их машину. А знаешь, какая разница между нами? Я сейчас понял. Ты не поедешь брать насильников просто потому, что у тебя закончился рабочий день. Не поеду. И ты полицейский. А мне плевать, что он у меня закончился. Если нужно закрыть уродов, которые мешают людям спать. И я мент. Ты закончил. До завтра. Лера, я дома. Привет. Не понял. А ты куда собралась? Ой, Антош, прости, я с Маринкой еще месяц назад договорилась сегодня встретиться. А завтра все будет как и договаривались. Подожди, но мы думали этот вечер провести вместе. У нас дети, бабушки с дедушкой. Мы же договаривались с тобой. Ну, не обижайся, пожалуйста. На, помоги мне лучше. Понятно. Слушай, а кулон откуда? Ну, ты даешь. Ты мне сам его купил в Стамбуле, когда мы на Золотой базар на экскурсию ездили. Да. Золотой базар помню. А кулон не помню. Тогда мы еще везде вместе ездили. Такси. А давай я тебя туда отвезу, а потом привезу. Антош, ты устал, отдохни. А я сама доберусь. Пока. Нет, вы знаете, не видел его никогда. Я правильно понимаю, в столице только вы занимаетесь тюнингом подобных авто? Ну, наших клиентов вы знаете. Тем более здесь представлены выставочные экспонаты. Кроме вот этой вот, вот эта спортивная. А может такое быть, что эту машину кто-нибудь взял покататься? Не, не, это исключено. Да? Даже если хорошо вымыть машину, в протекторе остается немного грязи. Позвольте. На этой машине ездили. Виталя! На этой машине недавно ездили. Как и на всех остальных, я вас убираю. Нет, этого не может быть. У нас все люди проверены, работают по двое. А вот этого человека не узнаете? Не ваш охранник? На Мирона Сажена похож. Я его уволил неделю назад. У него после ночной смены запах был. Ваш охранник по ночам брал эксклюзивное авто и катался по ночным клубам города. Его наверняка кто-то должен был прикрывать. Я думаю, нападник. Одну минуту. Адреса жила знаешь? Нет. Что значит не знаешь? Ты с ним пиво пил! Да погоди ты. Номер телефона есть с чего? Нет. Значит, смотри, у тебя есть все шансы пойти со участником. Если хочешь соскочить, позвони Сажену, скажи, что пришла новая эксклюзивная тачка, и ты готов ее показать. Ну, мы прошлые выходные на рыбалку съездили. Ладно, потом давай. Да, здорово. Ну, мои готовы. Начинаем? Да, давайте, начинайте. Работаем! Блин, что ты трубку не берешь? Нормально заработали на неделе. Надо будет Люське в ломбар сдать. Ты совсем дурак? Пусть полежит пока. Может, какая-то баба заяву накатала. За что заяву-то? Удовольствие ведь получили. Давай, давай, граница! Руки! 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 На бал! На бал! Лир, я не понял, а что ты трубку не берешь, а? Я проснулся, тебя дома нет. Что-то случилось? Я не понял, ты что, плачешь? Лир, я скоро буду. Я сказал, я скоро буду! Что у нас тут? Раз, два. А вот здесь, тут у нас целая ювелирная коллекция. Видать, пострадавших снимали. Субтитры сделал DimaTorzok Матвей? Ну, я. Ну, что, тачка нравится? Нравится. Скажи, крутая. Тачка эта крутая. Ты кто? А я майор полиции Коваль. Прокатимся. Стоять! Лера! 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 Лерка! Твой мать! Лера! 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 Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! 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 Тихо! Успокойся! Успокойся! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Тихо-тихо! Все хорошо! Тихо-тихо! Инга Михайловна, вы узнаете кого-нибудь из этих людей? Да. Номер три. Номер три – шаг вперед. Вы уверены, что это он? Абсолютно. Уводите. Выходим. Вы присядьте, пожалуйста. Нам нужно задать вам несколько вопросов. Послушайте, я уже ответила на все вопросы. Присядьте, пожалуйста. При каких обстоятельствах вы познакомились с Ажиным? Познакомились в ночном клубе. Начали встречаться. Потом он попросил денег в долг. Я одолжила, и больше мы с ним не виделись. И сколько одолжили? 75 тысяч евро. Подпишите, пожалуйста. Простите, а где сотрудник, который вел мое дело? Коваль? Да. Вот здесь. Он в больнице. А что с ним случилось? Ножевое ранение. Серьезное? Зацепило руку. Приятного дня. Да. До свидания. Простите, а где сотрудник? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА День добрый. Сержант Журба, ваше водительское удостоверение и документы на машину. Да, сейчас. Слышь, Журба. А если бы я сейчас разбился насмерть? А если бы я сейчас невинных людей сбил? Ты че, мужик? Че ты ко мне лезешь со взаимными проблемами? А кому мне лезть? Ты на хрена на себя эту форму напялил? Слышь, ведь я сейчас правду не шла. Ясно все с тобой. Ясно? Ясно, ясно. Ага. Козлы. Здравствуйте. Вас ожидают вон за этим столиком. Присаживайтесь. Добрый вечер. Здравствуй. Красивое место. Просто твое любимое кафе закрыто. А я решила тебя поблагодарить. А мы уже на «ты». А вы против? Нет. Просто дело ты уже раскрыл. Честь мою спас. Кстати, как рука? Сильно болит? Да нет, все в порядке. Если больничной не дали, значит все нормально. Понятно. Может, закажем что-нибудь? Слушай, я на самом деле уже все заказала. Да? Да. Хотела сделать сюрприз. Здорово. У меня вопрос есть к тебе. Ну, если это касается Матвея, не переживай, его закроют. Нет, нет, я не об этом. Это уже в прошлом. Отец сказал, что ты хочешь вернуться в свой район. Да. Ясно. А может, ты все-таки еще подумаешь? В конце концов, в Центральном районе намного больше бандитов. Ваш заказ, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. А это что? Это, это эскарго. Виноградные улитки. Ты знаешь, их здесь на удивление неплохо готовят. Вот это. Так. Да. Да. Извини. Прости, я, наверное, действительно зря выпендривалась с этими улитками. Может, пойдем в другое место? Ты не против? Абсолютно. Хорошо. Вот только чем я выбираю? Договорились. Пойдем. Пойдем. Эскарго. Ну что, вкусно? Вкусно. А знаешь что? Что? Передай отцу. Я остаюсь в Центральном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова